Всех, всех, кто пришел, приветствую. Мое имя йоги Насандра Наха Мухараджи. Я освящен традиции Нахов и эту традицию распространяю. Рассказывал о ней все то, что я изучил на протяжении более десятка лет в Буиде. Все время я поехал в Индию и остался там на дат. И жил в храме, в храме Горакши Наха. Горакши Наха – основатель традиции Нахов, из которых появилась всем известная хатха-йога. Наверное, многие с ней знакомы. К сожалению, у нас всего лишь есть три часа времени, чтобы в целом познакомиться с этой традицией. Я надеюсь рассказать все то, что я знаю и ответить на ваши вопросы. А также, возможно, мы немножко попрактикуем некоторые техники йоги. Собственно, вкратце о себе. Я начал практиковать йогу до Индии. Где-то около десяти лет я ее практиковал. Сам я из России. Я ее практиковал тогда самостоятельно по книгам и той информацией, которая на тот момент была в России. Потом я поехал в Индию и остался там. И очень быстро я отошел там йоги Нахнахов. Это очень известная традиция. По одной из распространенных версий, она существует более десяти лет. Многие верят, что город Шнадх являлся где-то в десятом веке. Город Шнадха в Индии почитают как бога Шиму, который открыл людям йогу. У него было множество учеников. И сам он был также учеником Матсиндранадха и Адинадха. Нахнах — это имя, которое является приставкой к имени. То есть у нас в традиции, когда мы получаем инициацию, к имени представляется слово Нахнах. Вот как в Индии есть приставка «свами», «дас» и другие. В зависимости от того, какую древнюю традицию мы выбираем. Кто-нибудь вообще слышал про Город Шнадха, Матсиндранадха? Кто слышал? А, ну, вообще никто не слышал, да? Хорошо. Тогда я буду рассказывать с самого-самого начала. Говоря о традиции инахов, нужно как бы осветить вообще все то, что есть в Индии так вот вкратце. Почему? Потому что любая индийская традиция, она связана со всеми остальными. В Индии 25 языков и 15 тысячи наречий. Там множество штатов, а множество разных религий, таких как идизм, сикхизм, джаминизм, шиваизм, байшизм, шактизм, буддизм, ислам. Там даже есть христианство, весьма интересные его формы. Вот. Но, я думаю, что все вот эти религии, они очень такие самобытные и имеют множество своих нюансов. И, конечно, за три часа мы не сможем все это разобрать подробно. И многое я, возможно, не знаю и сам. И, возможно, точно не знаю. Потому что есть множество людей, которые посвятили изучению Индии всю свою жизнь. И даже они говорят, что это только часть. Вот. То есть это страна дхарма, то есть страна религии. Дхарма означает религия или закон. Дхарма происходит от корня дхара, означает опора, поддержка. Это закон также Вселенной, закон природы. И для того, чтобы человек был совершенным, чтобы он гармонично жил в мире, то есть он должен следовать дхарме. Дхарма поддерживает его существование. И она также поддерживает йогу. К дхарме относятся определенные этические правила, которые олицеплены в принципах ямы-неямы. Это первые разделы йоги. Возможно, вы ями-неямы слышали. Вот. Традиция надхов восходит в кшиви, в Ади-надху. Ади означает как-то первый, а надх означает владыка. Но в разных текстах, в тантрах этот термин переводят как «анади». «Анади» – слог «на» и «стхапита» – устойчивость. «Анади» означает «бесконечность», «стхапита» означает «устойчивость». Тот, кто утвердился вот в этом состоянии, в бесконечности, слово «нах» – это имя Шивы. Бога Шивы. И «шива» также переводится как «благой». Есть такое направление «шиваизм». И в большинстве случаев йогов рассматривают как определенную группу последователей «шиваизма». Считается, что Бог Шива изначально находится в форме пустоты, в форме запредельности, из которой проявляется весь мир, все творение. И посредством его энергии шахты, его творческой силы шахты. Шахты – это корня «шах», означает «сила». То есть без этой силы он не способен создавать Вселенную. Это очень похоже на теорию, знаете, вот как сейчас есть такая научная теория. Теория Большого Взрыва, да? Что вся Вселенная проявилась из Света. То есть из пустоты проявилась материя. И она обратно исчезает в пустоту. То есть из-за одной единой пустоты проявилось множество разных энергий. И при соединении этих энергий образовалась материя. То есть множество разных Вселенных, миров посредством шахты, посредством силы Бога Шива. То направление, которое ориентировано на поклонение этой силе, шахте, называется шахтизмом. А то направление, которое ориентировано на поклонение пустоте, поклонение Шири, называется шиваизмом. Но эти деления, они весьма условны. И, собственно, первая форма Шивы – это Шива-одинап. По легенде, ну, это такая достаточно известная легенда, Шива передавал это знание своей супруге Шахте. Стихословно обозначает Бог и Богиня. И когда он передавал, он посидел на острове, на берегу океана. Считается, что Шахте была первым учеником Шивы. И был их ученик, Мансиэндранадх. По одной из легенд, он был рыбаком. Когда он рыбачил, его проглотила рыба. Он сидел на чреве рыбы. Когда Шива передавал знания для Парвати, для своей супруги, то она уснула в этот момент. И Шива это увидел и спросил ее, слышишь ли ты то, что я тебе объясняю. И на тот момент та рыба, которую проглотила Мансиэндранадх, находилась под водой. И этот вопрос услышал Мансиэндранадх. Вместо Шахте ответил он. Да, конечно, слышу. Привет. Когда Шива посмотрел в воду, увидел, что под чреве рыбы находится человек. Он сказал, что раз ты услышал, то тебе я передам это знание. Тогда Парвати проснулась и сказала, что это нехорошо так поступать. И она прокляла Мансиэндранадх, сказала, что проклятие ты можешь снять только если будешь поклоняться богине. Если будешь совершать ей пужину. Вот. И таким образом в традиции надхов появились практики, которые называются упадеши дикши. Упадеши означает наставление. Так как Шива передавал наставление Парвати, он слышал от центра надхов, то вот это знание стало называться упадеши. Оно стало называться упадеши. Вот. Это одно из посвящений в традиции надхов. Оно заключается в том, что надхи почитают силу, почитают божественную энергию. Или богиню, богиню-мать, которая сотворила мир. То есть это... Есть такое представление, что богиня, она подобно матери, она оберегает свое творение своих детей. Она их поддерживает, защищает. Поэтому Шакти также оберегает каждого человека. Энергия Кундалини, которая находится в наших телах, также является богиней. И когда мы поклоняемся шахте, то мы пробуждаем эту силу внутри своего тела. То есть это духовная энергия. Вот. И есть такое одно из посвящений в традиции надхов. Это называется упадеши и дикши. Оно предназначено для того, чтобы йогин мог освободиться от привязанности к этому миру. От материальной обусловленности. Но таких вообще дикш разных, то есть посвящений их пять. Они все очень разные. В данном случае передается мантра, в которой йогин почитает Божественную Мать, богиню. Вот. И Масин Ранат через двенадцать лет, в двенадцать лет он находился в Ачреве Рыбы. Один раз он как бы рыба попала к берегу. И там был один рыбак, его звали Канипа. То есть он из рта этой рыбы вытащил от центра надхов. После двенадцати лет пребывания он там. Ну это конечно все символика. Потому что океан это символ санса, символ мироздания. Двенадцать лет в этом мироздании на центра надхов практиковал йогу. Практиковал задержку дыхания, кумба. Вот. Канипа стал одним из известных учеников на центра надхов. Но еще более известным его учеником был город Шинах. Когда Мацин Ранат путешествовал по Индии, он прославился как известный тантрист. Тантра это традиция, в которой также прочитают боги. То есть это также священная наука, которая всегда включает множество разных методик. Йогу, астрологию, разные формы поклонения божествам. И также, благодаря тантрическим садхамам, йоги развивают разные формы могущества садхи. Это также система философии очень глубокая. И в Индии существует очень много тантрических направлений, одним из которых является шахтизм, буддизм. Тибетский буддизм – это тоже тантрическое направление. Потому что что-то вы могли слышать и с чем-то можете быть, в принципе, знакомым. Но вообще, как бы, тантра, она пронизывает собой все индийские традиции. Тантра считается тайной мистической системой, которая может очень гибко адаптироваться под любой культ. То есть, тантра даже существует внутри ислама, внутри джиоринизма, христианства, даже христианства, особенно в Индии. Ну, не думаю, что, конечно, в Европе, но есть какие-то ее аналоги. Она предназначена для того, чтобы трансформировать свое материальное восприятие в духовное. То есть, тантра – это путь трансформации энергии, трансформации сознания. Тантра означает увеличение, тантра означает освобождение. То есть, тантра является дополнением к тем практикам, которые известны большинству людей. То есть, это тайный культ. Ну, на Западе, в основном, тантра, она известна какими-то парными практиками, связанными с каким-то экзотическим сексом. Но, на самом деле, это очень искаженное представление об этом учении. То есть, на Западе тантра превратилась в искаженную форму духовной практики. Вернее, это уже, как бы, не совсем духовная практика стала. Вот, и в Масипмациндранатху он был известен как учитель именно тантры и йоги. Один раз он пришел в одно из сел, и там была одна женщина, которая была в бесплодии. То есть, она не могла родить ребенка, и она узнала, что пришел какой-то совершенный йог, обладающий разными сверхспособностями, и она сказала, знает ли он… И она пришла к нему и спросила, знает ли он какой-то рецепт, чтобы избавиться от этой проблемы. Он мне дал таблетку, сделанную из пепла, священного пепла. Это пепел, который, как бы, в Индии получают после совершения огненного жертвоприношения, когда в огонь жертвует рис. И он дал тот пепел, сказал, что он должен его съесть, и через какое-то время у вас появится ребенок. Он сказал, хорошо, я так и сделаю, но она не сделала. Так как он ей советовал, она выбросила эту пепел на свалку. И циндернат ушел, он стал путешествовать дальше, через 12 лет он опять пришел в это село и спросил… Он встретил ту женщину и спросил, как вообще результат. Ну, она призналась, сказала, что она просто выбросила. Ну, и попросил пойти на то же место и посмотреть внимательно. Она туда пришла и увидела там мальчика, 12-летняя. И циндернат сказал, что тот мальчик, который появился из того пепла, это твой сын. Он его назвал Горакшинадх. И Горакшинадх, он даже превзошел у своего учителя, как считают в Индии. То есть он был основателем традиции хатха-йоги. Го означает чувства, а Ракша означает тот, кто контролирует чувства, владыка чувств. Или тот, кто оберегает, защищает чувства. Го также означает ум. Корова в Индии тоже ее называют термином Го. Почему? Потому что корова тоже в Индии считается богиней. То есть она собой символизирует религией. Горакшинадх также покровитель дхазмы, покровитель религии. И так как в йоге очень важно уметь контролировать чувства и ум, то вот в общем-то Горакшинадх является символом йоги. Он практиковал разные формы аскез и стал известным махасидхой, то есть известным йогом по всей Индии. У него появилось множество учеников. Основных его учеников было девять. Многие из этих учеников до встречи с Горакшинадхом, согласно нашей традиции, они были известными индийскими богами, такими как Вишну, Брахну. То есть Вишна – тот, кто поддерживает вселенную, Брахну – тот, кто ее создает, Рудра – тот, кто ее разрушает. Ганеша – это бог, который покровительствует богатству, устранению разных препятствий в жизни и в духовной практике. Шахти – это богиня, которая является творческим принципом всей Вселенной. И все эти боги, есть много историй о том, как они встретились с Горакшинадхом, и Горакшинадх их научил методом йоги. И эти боги, они стали, они превратились в известных Махасихах. То есть они обрели бессмертное тело. И так появились девять нахов первые. Потом образовались двенадцать панхов, это двенадцать направлений нашей традиции, которые восходят таким известным йоги. И также вот эти бессмертия, они были или какими-то известными риши, ну, правительствами, или же какими-то богами. Например, Капила, он основал в Капилане Панг. То есть известный риши – основатель традиции санхи. И, допустим, бог Ханума, он основал Дхаджа Панг. Его после встречи с Горакшинадхом стали называть Ирбанка Натх. Дхарма Натх – это известный персонаж в Махабхарате, один из пяти пандавов Юдхиштхира. То есть он стал основателем Дхармы Панг. И известная йогини Юмала Деви, она стала основательницей Айи Панг. Айи – это слово Майи, то есть мать, богиня. Таких панг появилось двенадцать по всей Индии. Позже, когда Горакшинадх стал очень известным, один раз к нему явился очень великий йог, который был также очень сильным магом. И он стал совершать оскорбление в адрес учителя Горакшинадх, в адрес Мацин Драна. И Горакшинадх вызвал этого йогина на состязание. И проиграл этому веку. Горакшинадх очень удивился и задался вопросом, почему такое произошло. Он стал размышлять, потому что Горакшинадх был очень могущественный. Есть очень много историй с ним связанных. Они описаны в разных тантрах, в тантрических текстах, в уранах. Это как бы такие энциклопедии, освященные разным богам. И посмотрим, может быть, какие истории я расскажу. Освященные разным богам. И вот он стал размышлять, увидел своего гуру в царстве женщин, три аараджьи. И он решил, что его гуру попал в иллюзию, попал в магию. Что его гуру начал терять свою лидическую силу. На самом деле, так оно и произошло. И Горакшинадх отправился помогать своему гуру. Горакшинадх стал великим королем. И у него был там большой карем. И когда Горакшинадх попытался туда прийти, ему, не доходя до этого царства, сказали, что ни один из йогинов туда пройти не может. Все, кто туда попадают, они все умирали. Тогда он превратился... А, на пути он встретил Горакшинадх, известный такой божеству, бог-воин. Вот. И он охранял царство на центре нах. И между Горакшинадхом и Горакшинадхом произошло состязание, в котором Горакшинадх проиграл. Он отправился к своему учителю Раме и был очень удивлен, потому что Ханман был очень могущественным. И Рамман ему сказал, что сильнее богов могут быть только йоги. Скорее всего, это какой-то известный йог. Ханман пришел к нему обратно и попросил своего ученики. И так появился один из великих йогов — Бирбанка Наха. Вот это направление развито на юге Индии. Частично на Шрибанке тоже. Горакшнах превратился в шмеля и пролетел в царство на центре нах. Так как мужчины туда не могли проникнуть, он принял образ женщины. Которая туда направлялась, чтобы там быть танцовщицей. Когда Рамман сидел и отдыхал, там танцевали женщины. Он видел, что одна из них как-то так танцует и отрывается от земли. То есть начинает зависать в воздухе. И он понял, что что-то не так. Что что-то не то. Тогда, когда он у него спросил, откуда она вообще появилась, он обратно принял форму Горакшнах. И между ними возник диалог. Он доказывал, что можно практиковать йогу, живя обычной мирской жизнью. А Горакшнах обратно. В конечном счете Горакшнах его убедил. И Мацинадх оставил это царство и вернулся к своим ученикам. И по одной из версий, когда они вместе пришли к ученикам, Горакшнах увидел двух Мацинадх. Один, который шел с ним, другой, который сидел с учениками. Это всего двойник. И царство растворился в своем двойнике. А есть очень много историй о Горакшнахе. Конечно, Горакшнах понял, что на самом деле его гуру не деградировал, что он просто испытывал своего ученика. Есть много других историй о том, как Шива поспорил с Парвати. В какой атмосфере лучше практиковать. То есть в монашеской или в семейной. Шива был за монашескую, Парвати был за семейную. И в результате этого Шива принял образ Аскеты, принял образ Горакшнах. И Парвати превратилась во множество форм богинь, которые искушали разных йогов. Все ученики Горакшнах подались искушению, кроме Горакшнах, кто превратился в ребенка. Есть много историй. Одна из историй о том, что Горакшнах сидел в пещере, практиковал тапасию, к нему явилась Парвати без одежды. И попросил ее, сказал, можно я рядом ссять и буду практиковать тоже. Горакшнах сказал, что не проблема. Они так практиковали целый день. Она медитировала, она тоже медитировала. Потом она, когда настала ночь, она бегла спать. Горакшнах практиковал дальше. Он взял листья деревьев и накрыл ее тело, дальше практиковал. И она поняла, что Горакшнах не подастся никаким искушениям. Тогда она попросилась ученице, чтобы он ее медицировал. Горакшнах своей ногтем прорезал ей центр ушных раковин. В центре уха есть такая инициация у нахов, то есть прорезается. Там есть очень важные точки, которые связаны с двумя энергиями. Солнечные и лунухи. То есть это очень важно. Потому что их раковин специальным ритуальным ножом. Там наточен с двух сторон. То есть это такое свое родное испытание. Сейчас это делают с обезболивающими. Раньше это делали без обезболивающих средств. Прорезается ухо и туда вставляется дерево ним, чтобы не попали бактерии. Потом раны начинают чуть-чуть заживать. Вставляются большие серии, которые касаются плечей. Я просто по себе знаю, что очень тяжело спать в этот момент. То есть 40 дней йог не может спать. Он не может просто лечь. Он должен только заниматься медитацией все это время. 40 дней. Потому что если все касаются плечей, то будет давление наружу. Поэтому он должен сидеть. Должен питаться совсем немного. Должен сидеть в закрытой комнате. Медитировать на Горакши Надха. Пока ему не явится Горакши Надха. И он не станет напрямую от него получать знания. Вот эта инициация в традиции Надхов называется Чиро Диши. Чиро означает «провязание». То есть она считается самой сложной из всех, которые есть. Вот эти серьги, они собой означают Солнце и Луну. Два тока энергии. Хатха. Хатха-йога, которым он занимается сейчас во всем мире, означает «Единство Солнца и Луны». Это энергии, которые циркулируют в двух энергетических каналах. И в течение 40 дней йог, сидя в комнате, он учится контролировать сон. Посредством медитации достигает такого уровня. Фактически это, как бы, такое серьёзное очень испытание. Да. Это очень сложно. Вы могли слышать, как Иисус Христос, да, Он сорок дней постился в пустыне. И 40 дней – это очень важный такой вот, как бы, отрезок времени. Вот. И йог, он, после такого испытания, выходит уже совершенно другим существом. Ну, конечно, в Индии не все проходят именно такое испытание. Многие просто прорезают и вставляют серьги без вот этих всех деталей важных. Почему? Потому что, ну, не все готовы, на самом деле. Многие просто, вот, стараются практиковать 24 часа в сутки, но не у всех это получается. И вот эти кундавы, эти серьги, они означают также приверженность традиции йоги, то есть в натховской традиции таким йогам в особый эстект, в особое уважение. Вот. И есть другие инициации, которые связаны с мантрами и медитацией «Нас Бог». Эта медитация называется «Наданусандхана». «Нас Бог» означает «Обнаружение», «Распознавание». «Надо» означает «Поток звука», «Внутренний звук». Эта медитация – это как бы сосредоточение на звуке анахата. То есть это звук, который появляется без соприкосновения двух объектов. Все звуки появляются без соприкосновения. А этот звук, который проявляется в сердце человека, как бы спонтанно, из пустоты. В йоге есть такая практика в храме Пранаяма. То есть когда мы закрываем уши, сначала издаем звук, подобный печевая в храме. Потом мы медитируем на шум, мы слышим циркуляцию праны в теле, как она циркулирует. С пандом, колебания праны. И вот эта энергия, она начинает внутри тела нарастать. И когда мы концентрируемся на таком спонтанном звуке, на энергии, то наш, как бы, фиксированный ум, он начинает растворяться, рассеиваться. То есть мы достигаем состояния безмысленного. Это цель такой практики на нанью-санха. Это одна из известных техник йоги, которые относятся к хатха-йоге и раджи-йоге. То есть она позволяет контролировать жизненную энергию Прану, посредством раджи-йоги контролируется ум и чувство тела. Для того, чтобы эта практика усиливалась, почему? Потому что эта практика очень тонкая. Для того, чтобы она усиливалась, нужно вести определенный образ жизни. Нужно, чтобы ваше тело было чисто, нужно его очистить с помощью шести-юргических действий, шаткан. Такие, как басти, нэти, дхаути, науни, тратака. Поначалу они делаются все, потом можно делать только одну какую-то тратаку, или как лабхати, отдыхательную технику. Нужно очистить свое тело и вести чистый образ жизни. Символом вот этой практики также является такая священная нить, которая называется джанео, и кольцо по витре, которое символизирует собой шактик, пхатик, кристалл, который символизирует брак, Рудракша. Это такая ягода, дерево Рудракши. Считается, что это слеза Шивы, то есть Шива, который проникся состраданием, его слеза упала на землю, и из нее появилось дерево Рудракши. Вот такие вот ягоды. Акша означает глаз Рудракши. Глаз Рудракши. Вот это символ Шивы. Караб, Мунга, символ Вишни. То есть это такая драгоценность, да? Видишь, он тот, кто поддерживает Вселенную, Рудракши тут разрушает, Брахма тут сотворяет. И свисток такой, это Нади называется, то есть символ Шабды Брахмана, то есть как бы первого звука, из которого была сотворена вся Вселенная. Появились все мантры, появилась Акаша пространства внутри. И так как Гуру, он через речь передает ученику мантры, передает знания, то он символ речи, символ мантры. И передавая мантру, он побуждает также энергию внутри чакры своего ученика. И передавая мантру, он побуждает также энергию внутри чакры своего ученика. Когда нам дают вот такую священную нить, с таким вот свистком, то это называется Чоти Дикши. В этот момент Гуру застригает волосы ученику, волосы связаны с энергией человека. Это обновляет энергию ученика. Он берет заряженный пепел из дхун и открывает тело ученика пеплом. И с такой черной шерстью он дает ему нить. То есть нить собой символизирует новое тонкое тело ученика, которое ученик носит на своем теле. Есть специальная мантра для этого. Считается, что эта нить, она оберегает ученика от разных негативных духов, обладает определенной силой, энергией. То есть она также связана с двумя каналами, и двумя пинговыми, которые основными каналами, по которым проходят два тока солнечные и лунные. И она касается, этот свисток, он касается напхи, клубка. Считается, что в напхи там соединяются все энергетические каналы. Там находится канда. Канда – это клубок. То есть там как бы соединены все каналы тела человека. И нахо-йогины, когда они почитают каких-то божествий, то есть они могут не делать каких-то больших форм поклонения, они просто садятся на корточке и так смотрят в глаза божеству или гуру духовному учителю. Ну, изображение божества. И создают такой свисток. Вот этот свисток, он как бы от божества впитывает энергию, и эта энергия, она направляется в энергетический канал. То есть это как бы внешне, ну как, связующая такая нить, да, которая вот соединяет все то, чем йог, все священное, все как бы внешне священное для йогина с его внутренней йогической практикой. То есть это является стхулом, санскарой. Стхула означает группой, то есть то, что энергия, которую мы получаем через органы чувств. И сукшма – это когда мы просто медитируем на энергетические центры внутри тела, на чакре. Или медитируем на внутренний звук, практикуя раджа йогу. Другие формы посвящения традиции – это матры. Считается, что звук обладает из всех грубых элементов. Акаша – это самый тонкий элемент, это пространство. Это пустое пространство. И с ним, с этим пустым пространством связан звук, более грубый элемент – воздух, потом огонь, потом вода, потом земля. То есть воздух, он не способен проходить сквозь стены, а звук может проходить. Поэтому способность распространения у звука намного шире. И мантры – это звуковые вибрации, на которых, сосредотачиваясь, ум наилучшим образом расширяется. То есть сознание расширяется через мантры. Мантры бывают разными, и через мантры проявляются энергии тех или иных божеств, фактически сами божества. Когда гуру передает мантры, то он также передает силу божества. Мантры может передавать только тот духовный учитель, который сам их реализовал. То есть он реализовал мантры ситхи. Ситхи – то есть совершенство мантры. Что такое совершенство мантры? Это когда, например, есть мантра Ганеши. Когда у вас есть какая-то проблема социальная, вам достаточно несколько раз повторять эту мантру, эта проблема начинает рассеиваться. Когда хотите получить быстро какой-то ощутимый результат, вы повторяете мантру и создаете ту реальность, которая вам необходима. Называется мантра ситхи. И для их реализации мантру нужно читать какое-то количество раз. То есть достаточно большой. Эта практика называется ситхи-карма или курас-чарами. Мантра должна быть получена от гуру. После этого ученик должен ее начитывать какое-то время, пока мантра не станет работать. Это достаточно большая наука, которую нужно получить по мантру. В правильном, адекватном виде от реализованного гуру. Тот, кто сам получил ситхи от этой мантры. Поэтому в традиции не только надхов, любой индийской, считается, что гуру, который передает мантру, он фактически сам является олицетворением этой мантры и божества, которые проявляются через нее. Соответственно, у ученика должна быть преданность в отношении такого гуру. Полное доверие так же, как и гуру должен доверять своего ученика. То есть фактически с помощью мантры ученик может получить очень большие блага, как духовные, так и материальные. Если у ученика очень формальное отношение к гуру, к учителю, то передача мантры правильной не произойдет. Поэтому в Индии многие учителя смотрят, насколько ученик готов к получению, и после этого ему передают. И, конечно же, ученик также должен определиться, то есть он должен внимательно познакомиться со своим гуру, насколько он квалифицирован. Для этого в нашей традиции, но это вообще обоюдно происходит, для этого в нашей традиции есть такое понятие, как парикрама. Парикрама – это когда вы едете в Индию и посещаете разные священные места, где есть разные учителя. Вы совершили парикраму, посмотрели на разных учителей и дальше, соответственно, со своим внутренним чувством, как вам подсказывает сердце, вы выбираете себе гуру. Вы очень внимательно слушаете свое сердце, и если в нем появляется полное доверие, то обычно это происходит обоюдное доверие со стороны гуру, доверие со стороны ученика, то вы получаете посвящение от гуру. И что это означает? Это означает, что гуру должен через свою духовную практику постичь атман. Атман – высшая душа, изначальное, как бы самое чистое Я человека, которое дождественно Богу. Тот, кто постиг атман, который обладает природой бесконечности, об этом говорится в Панишадах, в Тантрах, в многих текстах, тот способен тот же самый атман пробудить в другом человеке. Почему? Потому что это высшее Я человека, оно за пределами всех ограничений нашего обусловленного характера социального. И гуру, так как разницы нет между гуру и учеником, гуру через свою реализацию пробуждает ту же самую реализацию в ученике. Эта реализация возможна посредством йоги. Поэтому постижение атмана – это цель йоги в нашей традиции. Через атмана мы начинаем осознавать свою связь с Богом. Это тоже цель йоги. То есть йога означает связь. То намерение, которое направлено на распознавание этой связи, своего изначального источника, называется адеш. Адеш означает вот эта высшая воля, направленная на возвращение себя в такое состояние. Состояние единства атма и парамат. После такой реализации мы способны следовать, интуитивно следовать этим высшим законам этой высшей воле, божественной воле. Поэтому, когда мы в традиции нахов, мы встречаем друг друга, мы все время говорим адеш. То есть такое приветствие. Мы напоминаем другим и себе, чему мы следуем. И, соответственно, если в Индии вы встретите йогов с кундалами, с серьгами, с таким вот джаневом, вы увидите, что это надхи. Если вы скажете адеш, то надхи сразу поймут, что вы, если скажете не намасте, или, как мы чаще всего в Индии говорят, именно адеш, то они поймут, что вы знакомы с традицией очень хорошо. Больше всего наша традиция распространилась на севере, хотя она есть и на юге. Она также известна, как традиция 84 сейхов. Также, помимо этих динадхов, есть еще 84 великих группы. Девять надхов вы можете увидеть на этой картинке. Вот это начало Чампхи-надха, это Шеша-нага. Это Кандхар-надха, это Ганеша. Чауранги-надха, это Луна. Мациендра-надха, это Мадси, рыба. Адинадха, это свет, джиотик и так далее. Там Сантоши, все вот эти учителя. Наши учителя, они, многие практиковали внутри разных традиций. Некоторые практиковали внутри буддизма, ваджаянами. Отчасти тантрический буддин, они тоже практикуют йогу. И некоторые учителя хитрического буддизма были и надхами также. Например, такие как Хадипа, Вуипа, Гуракпа, Гуракши-надха, Тара-надха, Кришна-чаря или Кришна-надха, Вирупа или Папши-надха. Ну и некоторые другие еще. Некоторые вот сатаньян и цендра-надха, такие как Нин-надх, Парс-надха, они были известными джаинскими учителями джаинской традиции. В баишнавской традиции были такие учителя, как Джиня-нешвар. Он тоже был учеником в город Шинах. Среди шиваитов их известный был, как Палама Прадхудева, Палама Надха и много других. Есть такой текст у Хадиши Курана, там говорится также о пророке Иса, который путешествовал в Индию. Иша-надха его называют, там говорится, что он был учеником Чад-надха в этой Куране. Есть такая версия в Индии, что Иисус Христос путешествовал в Индии, он учился там юге. Но, возможно, какие-то христианские направления с этим не согласятся. Но, возможно, какие-то христианские направления с этим не согласятся. Ну, тем не менее, вот. Однако в Индии многие считают иначе. И можно встретить, особенно на юге Индии, изображение Иисуса Христа в Хозе Лотоса. Вот, там, с цветами, в таком индийском стиле. Ему совершают огненные жертвоприношения, там, разные подношения сделают. И монахи, они практикуют йогу. Какое-то одно из направлений, это апостол Афамы. Есть такая версия, что он туда путешествовал. Были также в исламе и сейчас есть очень много надхов. До сих пор можно встретить надхов в Пакистане и Афганистане. На данный момент это очень опасное место, поэтому, как бы, туда паломничество совершить очень сложно. Потому что, особенно Афганистан. Но был такой великий хи-йог Ратам Натх, ученик Гуракши Натха, который путешествовал в Пакистан и Афганистан. И он там развил эту традицию. Он был великим чудотворцем, великим сикхом. Но он свои чудеса очень часто демонстрировал. А в нашей традиции проявлять сверхспособности ради, так сказать, привлечения какой-то неадекватной публики, это считается не очень хорошим поступком. И был такой случай, когда один раз Ратан Натх пришел к Гуракши Натху с другими йогами. И они сидели в ряд и им преподнесли еду, тарелку с едой. Он говорит, сделайте мне еще. Он говорит, ну зачем вам еще? Он говорит, я с учеником здесь рядом. Он говорит, ну здесь нет ученика. И он достался пепел из кармана, посыпал. Там появился ученик. Гуракши Натх за это его наказал. Он сказал, что больше таких вещей не делал. Конечно, там все были удивлены его способностям. Почему? Потому что он говорит, что ради удовольствий, ради каких-то мирских выгодц йоги не должны использовать такие способности. И он сказал Ратан Натху, что должен принять такое наказание, отправиться на север в Пакистан и Афганистан и проповедовать надхизм. Ну как проповедовать? Учить йоги. И когда он туда отправился, он там демонстрировал множество чудес. Он там оживлял людей. Мусульмане, они, ну особенно суфи, есть такое направление суфи. То есть они его приняли как своего учителя. И у них есть много историй, связанных с бабой Ратан Натх. Там очень известно. Мусульмане, они поклоняются горе Ратан Натху внутри своих домов. То есть у них там нет такого обилия храмов, как в Индии. Они у них как бы внутри, в алтарике внутри домов. Но там очень много можно встретить Натху. В горе Пшенатху туда путешествовал, в Пакистан, есть такое место Хингаладжи, Деви Питх, Шахти Питх. То есть это богиня, которая оберегает от разных негативных энергий местных жителей. Находится в Пакистане это место. Поэтому, в общем-то, эта традиция Натхов, она очень известная. Помимо всего прочего, она известная практиками йоги. То есть это я немножко, можно сказать, в самых общих раках рассказал о том, что она из себя представляет. Она также известна еще и практиками йоги. Йога состоит из нескольких разделов Яма Ньяма, Асана Пранаяма, Адхара, Натхяна Самахи. Анги – это разделы йоги. Вы, наверное, все знаете, что это такое, наверное. Слышали? Яма – это различные ограничения, которые те, кто приступают к практикам йоги, они должны их соблюдать. То есть это Ахимса – не насилие, Астея – не воровство, не присвоение чужого полиграфа, не стремление к накопительству лишних каких-то вещей. Все должно быть как-то задействовано. Должно быть, что вещи бессмысленные – это как бы груз. Потом включается Сатия, Брахмачария. То есть йог должен внести чистый образ жизни, должен контролировать свои чувства – это Брахмачария. Сатия. Ну, иногда как Брахмачария также подозревают контроль сексуальной энергии. Почему? Потому что связано с физической силой человека и с его здоровьем. Есть очень много разных методов, практик. Многие понимают Брахмачария как целебат. На самом деле это не просто целебат – это более широкое понятие. Брахма – это абсолют. Ачария – это следование. Следование абсолютно. Сатия, правдивость – это все относится к яме, контролю. Не ямы – это различные предписания. Такие как шалуча. Йог должен свое тело держать в чистом состоянии. Он должен вести чистый образ жизни. Он должен принимать чистую пищу, полезную для тела, здоровую пищу. Он должен исключить токсикацию и тяжелую пищу. Такую автоматическую. Желательно не принимать мясо. В Индии и йоги они не принимают пищу. Алкоголь – это то, что относится к пищам. Есть ровно столько, чтобы четверть желудка оставалась пустой. Половина желудка должна быть наполнена грубой пищи. Четверть – жидкой. Четверть должна быть пустой. Переедание очень вредно для практики йоги. Мы должны принимать пищу в спокойном состоянии ума. Потому что вместе с пищей мы принимаем также и энергию. Тонкую энергию. И если все-таки мы ведем какой-то не совсем чистый образ жизни, то нужно иногда очищать организм через специальные техники. Очистительные шаткармы. Шесть действий очистительных. Это очень подготавливает тело. Очень хорошо его подготавливает для того, чтобы практиковать мантры, практиковать медитацию. Называется Митахара или правильное чистое питание. Потом Ишвара Куджина. Это практика проведения почитания божественной, божественной, ежемерной. У каждого человека есть Ишта Девота. Как бы избранное божеством. В Индии множество божеств, но у каждого человека есть свой характер. И каждому человеку в соответствии с чьётишем, с астрологией, в Индии, в связи с моментом его рождения, с его характером, подходит то или иное божество, называется Ишта Девота, которое способно его привести к освобождению от множества страданий. Для него йог проводит Пуджу. Но в нашей традиции в основном Пуджа проводится Гор Акшиматку, потому что он гуру всех богов и различных риш, утрецов, учителей. Джаба – это ежедневное повторение мантры. Ну вот очень много разных там предписаний. Хома – это часть еды, которую мы принимаем, ну даже жертву из богов, присылая туда божество. Это древний обряд, который существует в разных традициях, даже западных традициях. Яма-нияма – это, собственно, фундамент йоги. То есть определенное ограничение и предписание является яма-нияма. После этого идет Асана. Асана – это разные положения тела. Как правило, они статические. Они позволяют очистить тело, сделать его крепким, для того, чтобы мы могли в одном положении долго совершать медитацию или дхару, концентрацию. Почему? Для статических положений вы даже можете проверить, что когда вы о чем-то задумаетесь, да, или вот вы на чем-то сосредотачиваетесь, то ваше тело, оно сразу же как бы замирает. Если вы сконцентрируетесь в ментальном чем-то, то тело тоже, оно как бы замирает. Потому что статическое положение, оно естественно для видит эти неправды. И в нашей традиции написано много разных трудов по хатха-йоге, таких как хатха-йога прадибика, хиранда самхита. Вы можете их найти на русском языке, где описаны эти асаны. Но нельзя сказать, что асаны являются целью йоги. То есть они просто подготавливают тело, потому что тело должно быть крепким. Если вы попробуете долго сидеть в одном положении, то вам там час, два, три, вам будет очень сложно высидеть, потому что наш ум постоянно бегает, чувства постоянно активны. И много часов практиковать медитацию очень сложно простым людям. Затекают ноги. И это не только зависит от гибкости тела, это еще зависит и от чистоты ума, от энергетической силы человека, насколько он может пребывать в состоянии покоя. Поэтому, чтобы йог раздевал не только гибкость тела, но и энергетическую силу, например, дыхательного рефлекса, контроля дыхательного рефлекса, то значение прана-яма. Есть много способов контроля дыхания. В основном он заключается в задержке дыхания, кумбака. Здесь речака. Курака – это вдох, речака – это выдох, кумбака – это задержка. Кумбака – это кувшин. Кувшин мы наполняем, так вот мы тело выполняем кислородом, вдыхаем воздух, делаем задержку. И при задержке клетки начинают уделять энергию дополнительно.